Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Кто такой Пётр Алабин, многие самарцы знают. Но не все в курсе, что когда он был самарским главой, его посчитали коррупционером. И по сей пору нет-нет, да и вспомнит этот неблаговидный факт биографии. Покупка 200 вагонов муки для голодающей губернии окончилась трагедией. И в 68 лет Алабин попал под суд. После жестокой засухи и неурожая хлеба в 1891 году Самарская губерния оказалась на грани голода. Правительство выделило 4 миллиона 400 тысяч рублей для оказания помощи голодающим. Но этих денег было явно недостаточно. По расчётам земской управы, средств требовалось в два раза больше. В этих условиях Алабин принял решение о закупке более дешёвых низкосортных продуктов питания, чтобы иметь возможность накормить как можно больше голодных людей. Однако приобретённая по рекомендации самарского купца Шахабалова дешёвая мука оказалась затхлой и прогорклой. А одесские хлебопромышленники поставили в губернию зерно с примесью сорных трав. Недоброкачественный хлеб вызвал массовые кишечные заболевания и даже один смертельный случай. Алабина обвинили в сговоре с хлеботорговцами и взяточничестве. Летом 1892 года по указу правительственного сената Пётр Алабин был смещён с должности председателя губернской земской управы. За преступление по должности на него было заведено судебное дело. Но тот, защищая свою честь, запротестовал уже сам Пётр Владимирович. Он настоял на открытом суде. В июне 1895 года московская судебная палата, заседавшая в Нижнем Новгороде, рассмотрела дело Алабина и оправдала его. Но решение Нижегородского суда вскоре было протестовано прокурором и отменено. Было назначено новое судебное слушание. Увы, до него Пётр Владимирович уже не дожил. Алабин скончался 10 мая 1896 года, умерев с тяжким грузом неснятых обвинений. Так что же произошло? Вот моё мнение. Алабин действительно дал разрешение на приобретение некачественных продуктов питания и сделал это совершенно сознательно, считая свои действия правильными. Ведь правительство России проявляло так крайнюю медлительность в оценке масштабов национального бедствия, а потому стремилось урезать до крайнего предела предоставляемые кредиты. Алабин хотел купить побольше на небольшие средства и ошибся, доверившись ненадёжным поставщикам. Ошибка стоила ему очень дорого. Коррупционер ли Пётр Алабин? В современном понимании, конечно же, нет. В период пребывания Алабина в должности городского главы в Самаре построены и начали функционировать Пастеровская станция, Метеорологическая станция, Городской водопровод, Городской театр. Впервые в Самаре для освещения применили газ. Начала действовать первая телефонная станция на 10 номеров. И много чего ещё. Не верьте цинникам. Пётр Алабин не коррупционер. Он действительно работал для Самары и губернии. Я Андрей Асташкин. Это была программа «Цифры». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова